Меня зовут Абдул-Карим Аль-Джаза. Я работаю в международной организации по миграции в наш офис в Брест. Я родился в Сирии, приехал в Белоруссию в 2014 году, чтобы получить мед. образование. Когда я приехал в Белоруссию, первый год я жил и учил русский язык в Минск. Первый месяц для меня было очень страшно, тяжело, ничего не понятно. Я никого не знал, не понимал язык, но после того, как я выучил язык, для меня стало хорошо. У меня появилось много друзей, и я поступил в университет. Свой трудовой путь в Белоруссию я начал еще и студентом, потому что у меня так сложилось в мое семейное обстоятельство. В 2018 году у меня умер папа, и мне нужно было оплачивать учебу в университет. Поэтому я подал документы на получение дополнительной защиты и статус беженца в Белоруссии. Так как я получил дополнительную защиту и разрешение на работу в Белоруссии, я сразу пошел работать водителем такси, днем учился, а ночью работал. Потом работал в столярной мастерской, работал еще на стройке, работал в ресторан Чауэрму. В это же время я как волонтур помогал в качестве переводчика. Я работал на обограничном переходе в Брусгах. Это было во время большого и продолжительного потока мигрантов с Ближнего Востока. Там в Брусгах я узнал и увидел, что там еще есть такая организация как МОМ, которая помогает мигрантам и беженцам. В конце 2021 года я уже работал переводчиком в МОМ Белоруссии. И в начале 2022 года я работал не только переводчиком, но и сотрудником МОМ. К нам приходят мигранты, беженцы из разных стран и беженцы из Украины. Я оказываю разные помощи для них. Это оказание психологической поддержки, это обеспечение гигиена, продукты, одежда и все, что необходимо. Когда к нам заходят люди за помощь, мне приятно, мне хорошо их так помогают, так поддерживают. Особенно там детей, пожилых людей. Таких случаев было. У меня бабушки даже обнимают. Дети тоже самое, когда они приезжают конфетками. Это постоянно у меня есть для детей. Для меня важна эта работа, потому что я сам был беженцем. Я понимаю и знаю, что это тяжело и не просто быть беженцем.